Русский язык Ключ состоит из чисел 19, 13, 16, 4. Хорошо, у вас получилось слово «слог». Тема нашего урока «Слог». Сегодня на уроке вы вспомните, на какие части делится слово. Будем определять, сколько в слове слогов. Я начинаю строчку стихотворения, а вы её заканчиваете. Дружат гласные с согласной. Составляют вместе слог. Ма и Ша, а вместе Маша к нам явилась на урок. Сколько в слове гласных? Столько и слогов. Как вы уже знаете, в устной речи слово делится на слоги. Слог состоит из одного или нескольких звуков. В слоге обязательно есть гласный звук. По-су-да. Ме-бель. Ма-ши-на. В слове столько слогов, сколько в нём гласных звуков. Дом. Один гласный. Но-вы-й. Два гласных звука. А-ку-ла. Три гласных звука. Смотрите картинку. Каким видом спорта увлекаются мальчики? Мальчики увлекаются футболом. Почему мальчик кричит друзьям, разделяя слова на части? Мальчик произносил слова не слитно, а по частям. Как бы отдельно. Ребята, подождите меня. Именно поэтому его услышали ребята и приняли в команду. Как называются части слова? Часть слова называется слогом. Ребята, выберите верное утверждение, пользуясь таблицей. Проверим себя. Что у нас получилось? Слог может состоять из одного согласного звука. Неверно. Слог может состоять из одного гласного звука. Верно. Сколько в слове гласных, столько и слогов. Верно. Что такое увлечение? Увлечение – это игры, спорт, танцы, поделки, чтение, музыка, туризм, пение. У каждого человека есть увлечение. Люди рисуют, поют, собирают марки, слушают музыку или читают. Многие люди сделали увлечение своей профессией. Увлечение – это занятие, которым занимаются в свободное время. Оно помогает в обретении новых знаний, помогает развивать кругозор. А вы знаете, что известный казахский поэт, композитор, просветитель Абай Кунанбаев с ранних лет увлекался поэзией, сочинял стихи? Абай Кунанбаев создал около 170 стихотворений, написал поэмы, слова наседания и перевел более 50 известных произведений на казахский язык. Я вам предлагаю следующее задание. Прочитайте слова, разделите их на три столбика. Первое из одного слога, второе из двух слогов, третье из трёх слогов. Ребята, давайте проверим, что у вас получилось. Выполните следующее задание. Прочитайте слова, разделите слова на слоги. Определите цифрой, сколько слогов в слове. Проверим. Тетрадь. Два слога. Мел. Один слог. Школа. Два слога. Учитель. Три слога. Карандаш. Карандаш. Три слога. Давайте поиграем. В словах потерялись слоги. Добавьте слог. Кни. Тра. Цве. Ка. Ча. Сей. Мы. Жи. Мя. Зим. Проверь. Проверь себя. Книга. Книга. Трава. Цветы. Чайка. Часы. Сейчас. Мыши. Ужи. Имя. Земля. Прочитайте слова. Осень. Дом. Ветер. Стол. Касса. Пень. Тигр. Долька. Юля. Сорт. Этаж. Мальчики называют слова, состоящие из двух слогов. Девочки – слова, которые состоят из одного слога. Проверьте себя. Мальчики. Осень. Ветер. Касса. Долька. Юля. Девочки. Сорт. Пень. Этаж. Дом. Тигр. Стол. Сейчас давайте подведем итог урока. Дополните предложение. Слова делятся на слоги. В слове столько слогов, сколько гласных звуков. Молодцы! Наше занятие подходит к концу. Спасибо за внимание. До новых встреч!